Новые правила в App Store Канада регулирует криптобиржи Первые голосования с помощью блокчейна Всем привет, это Питок Блок Компания Apple ввела новые правила публикации и условия для криптовалютных кошельков в App Store Под гребенку попали кошельки, биржи, платформы для ICO и прилы для майнинга Теперь крипту можно держать не в абы каких кошельках, а только в тех, которые выпущены специальными конторами Которые зарегистрированы как организации А совершать транзакции на бирже можно только с помощью официальных приложений этих самых бирж Неужели им все еще мало? Также теперь разработчики не смогут заливать на App Store приложения, которые дают крипту за выполнение каких-либо действий Например, за публикацию рекламы в социальных сетях А приложения для майнинга будут и вовсе заблокированы А что касается ICO, их смогут запускать только банки и финансовые институты Все кончено Мир людей падет Похоже, что Apple решили пожертвовать свободой в App Store ради безопасности пользователей Потому что давайте объективно, не все приложения, которые нам доступны, разрабатываются исключительно добропорядочными компаниями К сожалению, в нашем мире есть место и обману, и лжи А когда дело касается денег, то вопрос встает особенно остро Конечно, я думаю, что Apple и о себе дорогом печется Потому что, ну, не хочет он прослыть компанией, с помощью которой обманывают людей Канада придумала, как будет регулировать крипту Правительстве объявили, что теперь криптобиржи будут читаться компанией, которая предоставляет финансовые услуги Еще рано! Поэтому им нужно будет соответствовать требованиям регулятора и зарегистрироваться на FinTrack Упор, конечно, сделан на серьезные сделки, которые не дешевле 10 тысяч канадских долларов Это где-то 7700 в американских Ну и, короче, теперь все биржи должны будут предоставлять полную отчетность об этих транзакциях И хранить о них полную информацию Правительство Канады все это, естественно, сделало неспроста, чтобы предотвратить спонсирование терроризма и отмывание денег Ну и, чтобы не сдерживать при этом потенциальные инновации Если поправки будут полностью приняты, то вступят в силу они уже через 12 месяцев после их регистрации А я думаю, что приняты они будут, потому что тема-то очень даже интересная Так как, ну чего бояться обычному человеку, который просто хочет вложиться и получить прибыль Другое дело, спасет ли это от преступников? Может быть, они догадаются, что можно переводить столько же много денег, только разбить их на многое Много-много маленьких транзакций И тогда их никто не сможет отследить Кантон ЦУК, что в Швейцарии, проведет первое в стране голосование с помощью технологии блокчейн Мероприятие уже запланировано в период с 25 июня по 1 июля Довольны мать вашу? Поехали! Все это делается для того, чтобы проверить работоспособность запущенной еще в 17 году системы Digital ID, которая позволит гражданам голосовать с помощью своих смартфонов Во время голосования по всяким муниципальным вопросам граждан еще спросят, стоит ли оставить систему EID, которая и работает с помощью блокчейна Нам бы пригодилась такая жуть Ну они, конечно, такие не первые У нас в России тоже хотели провести голосование с помощью технологии блокчейн Задрал! Ну а если серьезно, то молодцы швейцарцы, очень быстро они в этом сегменте развиваются Именно поэтому и завоевывают к себе огромное доверие Да и сама идея с голосованием прикольная Зачем куда-то идти? Просто берешь телефон, нажимаешь на кнопочку и все, ты свободен Иди по своим делам, ни очередей, ни нервов, шикарно, надо брать пример Только лишь существует одна опасность, а вдруг всю эту систему смогут взломать И тогда, в принципе, можно будет управлять выборами Это был Биток Блог, меня зовут Грег, подписывайся на канал, ставь лайки и оставляй свои комментарии Вот уточки внизу Ну и, конечно, заходи на официальный сайт bitok.blog, там очень много классных новостей Ссылочку увидишь ниже Жду тебя, пока! Новый имидж, новый имидж Я красавчик Ладно Всем привет, это Биток Блог Рекламных уведомлений у себя на стене в группе В прила... Забыли, забыли Также телеп... Телепузик, также телепузик